Привет, друзья! С вами Наталья, Школа графического дизайна и иллюстрации. Сегодня в программе Coral по эскизу рисуем вот такую деревянную лошадку. Эскиз вы можете скачать в группе ВКонтакте, ссылка на группу и другие соцсети под видео. Урок подробный и подойдет даже начинающим осваивать программу. Пожалуйста, во время просмотра подписывайтесь, если вы еще не подписаны на канал, и мы сразу переходим к практике. Друзья, новый файл уже создан. Как вы знаете, он создается от четвертого формата, но не суть. Поверх программы открываем папку, где содержится эскиз. И просто методом перетаскивания закидываем эскиз в программу. Отпускаем левую клавишу мыши. Изображение небольшое. Любое изображение, векторное или растровое, при нажатии клавиши P встает под центру страницы. Тоже не принципиально, можно за пределами листа рисовать. Если хотите сделать его больше, пропорционально за любой угловой маркер, тянем. Ну и в общем-то снова клавиши P, чтобы быть точными. Либо предварительно нужно изображение сделать серым в фотошопе. Можно в принципе это сделать непосредственно в короле. Растровое изображение, преобразовать в растровое изображение. Ну допустим 150, режим оттенки серого. Если нужно, если вам мешает цвет, нажимаем ok. И правая клавиша мыши заблокировать. То есть чтобы объект никуда не смещался, наш растровый объект. Можно в принципе в режиме каркас. Урок отдельный посмотрите. То есть в режиме каркас у нас векторные объекты показываются. Скелетными линиями. И растровое изображение тоже было бы в сером. Не суть. Как устроите работу, так и будете работать. Я сегодня хочу потренировать с вами инструмент перо. Находится на панели инструментов. Скорее всего у вас сверху лежит свободная форма. Здесь же инструмент перо. Покажу несколько способов работы этого инструмента. Видите, курсор поменял свой вид. Давайте мы правда приблизимся. Начнем например с хвоста. Первый способ рисования инструментом перо это просто по щелчку мыши. Я предлагаю для удобства работы ставить щелчок мыши делать, где форма ломается. Вот форма здесь начинается. Щелкнули раз. Щелкнули здесь. Просто щелчок мыши. Два. Три. Заход небольшой на туловище, чтобы потом спрятать. Еще щелчок. Например, здесь. Здесь щелчок. И приводим в первую точку. Видите, курсор. Подсказка. Узел. И форма замыкается. То есть по щелчку мыши создаются прямые линии и опорные точки, где был щелчок мыши. Понятно, что эта форма у нас гладкая, плавная. Что мы для этого делаем? То есть нам нужно перевести все эти прямые отрезки в кривые. И все точки в узлы инструмента, вторая стрелка, создание форм. Мы выбираем все отрезки и все опорные точки. Видите, они сейчас белые, но я их захватываю все. Перевожу, вот видите, прямые отрезки. Перевожу все отрезки в кривую. Внешне пока не поменялось ничего. Но если мы выберем какую-то из этих точек, появляются манипуляторы. Вот они. То есть отрезки кривые. И нам нужно некоторые из этих точек перевести в сглаженные узлы. То есть вот этот узел называется и все остальные узлы, собственно. Они называются перегибами. Видите, в этом месте форма сломана. Она соединяет две кривых. А вот эти вот точки, вот нам надо вот эту точку в эту перевести в сглаженные узлы. Видите, три точки выбраны. Я тоже не захватываю, которые за туловище заходят. Вот эта вкладка. Сглаженный узел. Третья вкладка симметричный, сглаженный узел. Нам нужно вторую вкладку, сглаженный узел, но не симметричный. То есть манипуляторы теперь направлены друг против друга. Но мы можем одну половинку менять независимо от другой. И нужно дорисовать, пользуясь вот этими направляющими. Я сейчас, друзья мои, единственное, знаете, что плохо, наверное, вам видно. Поэтому сделаю, во-первых, потолще контур, но не настолько толстый. И мы отвлечемся немножко. Правая клавиша, разблокируем эскиз. Инструмент. Прозрачность. Вторая вкладка. Здесь подберем свойства прозрачности в другую сторону, чтобы видеть получше. Так, ну давайте допустим так. В принципе, видно изображение. Снова правая клавиша. Заблокировать. То есть, друзья мои, вернемся к нашим точкам. Что мы с ними можем делать? Во-первых, работаем второй стрелкой. Выбираем точку, мы ее можем перемещать. Ну, как вы понимаете, можете переводить из одного типа узла в другой тип узла. Мы можем их удалять и добавлять. Для этого двойной щелчок по имеющейся точке. Точка удаляет. В общем-то, ничего в этом случае не изменилось. А где нужно, добавляем. Двойной щелчок. Точка добавляется. Мы с ней точно так же работаем. Как вы поняли, можно несколько точек выбирать вместе. Так же вместе перемещать, удалять и так далее. В принципе, чем меньше опорных точек, тем проще нарисовать красивую мягкую форму. Поэтому я даже думаю, что вот эту попробуем убрать точку. И будем работать только с имеющимися. Этот у нас узелок спрячется за туловище. И вот манипулятор. Вполне себе может быть. Если нужен цвет контура какой-то другой, правая клавиша пока на стандартном цвете, может быть, так будет лучше видно. То же самое здесь. Понятно, что мы всегда можем вернуться. Все это продолжить корректировать. Самое главное нарисовать красивую мягкую форму. И так с этим потренируйтесь самостоятельно. Следующий способ рисования инструментом перо показываю на самой, в общем-то, лошадке. Так же инструмент перо. Но здесь уже... Давайте покажу поближе. Здесь уже мы зажимаем левую клавишу мыши, тянем сразу манипулятор. То есть таким образом мы получаем сразу кривую, сразу сглаженный узел. К этому способу рисования надо, конечно, привыкнуть, потому что... Ну, отрабатывать надо, это приходит с практикой. У меня тоже, не думаю, что с первого раза будет все получаться. То есть понятно, что можно совмещать и просто щелчок мыши, и вот сразу создание сглаженных узлов. В местах перелома формы я, в принципе, даже здесь могу закончить, потому что потом сольем просто форму. И вы можете так же продолжить рисовать. Так, переместиться. Если какой-то узел не понравился, можно, в общем-то, нажать Ctrl-Z отменять действие. Видите, мы вернулись в предыдущие. Еще раз Ctrl-Z, еще раз вернемся в предыдущие действия. И так далее. Можно при рисовании, вот я веду, зажимая Alt, точка у меня перемещается. Тоже интересный вариант. Здесь, например, щелчок, щелчок. Можно, говорю, совместить. Если сложно пока что именно делать сразу сглаженные, то можно по щелчку мыши. Еще раз давайте посмотрим. Просто между точками не все сразу отрезки, как мы здесь сделали, а здесь щелкнуло. То есть я тем самым показываю программе, что между этой точкой и этой точкой я хочу сделать кривую. Точка может быть в любом месте кривая. Появились манипуляторы, и мы рисуем пузико. Приближаемся, точку перемещаем, снова, допустим, кривая, и рисуем ножку таким образом. Вот перевод. Видите, здесь сразу у меня нарисовался сглаженный узел, я хочу сделать перегиб. Сейчас тоже не видно, но мы его сломаем. То есть если я отменю Ctrl-Z действия, мы его сломать не можем, эту линию. А так мы можем его перегнуть. Корректируйте, не торопитесь, потому что важно нарисовать красивую форму. Здесь тоже надо вот эту линию перевести в кривую. Этот узел в перегиб, он и так есть. И с помощью манипуляторов нарисовать форму. Как еще мы можем получать сложные формы? Например, из простых. Вот, например, ушко. Как бы я сделала? Я рисую. С Ctrl-ом круг. Можно просто Ellipse, инструментом Ellipse. С Shift-ом и с помощью правой клавиши мыши продублировала Shift, чтобы просто шло ровно. И нам нужно получить пересечение между этими объектами. Например, взяли два объекта. Вот пересечение. Объект выбран. Вот у нас получилась форма, похожая на ухо уже сразу. И допустим, мы вот так его уменьшим. Второй раз щелкнули, поворачиваем. Это мы работаем первой стрелкой. Инструмент выбора. Можно на плющи. Также опорные точки, вот они получились. Это сглаженный, это перегиб. Рисовать. Понятно, что когда уже знаете программу, то это сделать проще. Подобрать тот инструмент, тот способ создания формы, которая наиболее простая в этом случае кажется. Давайте вот ножку, вот эту, нарисую с помощью простой формы. Так, случайно. Эту линию переводим в кривую. Нарисуем грудку. Опять же, потом можно все это скорректировать. Ногу переднюю нарисуем по щелчку мыши. Инструмент перо. Щелк, 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 щелк. Вот эти линии переводим в кривые. Отрезки, вернее. В кривую. Это в кривую. С помощью манипуляторов рисуем форму. То есть, есть, друзья, один объект. Левая клавиша мыши, зальем его. Есть другой объект. Обязательно, я сказала на примере хвоста, закрывайте форму, замыкайте контур, чтобы была возможность его заливать. В принципе, можно сейчас, можно, когда вы доработаете саму форму лошади. Берем два объекта вместе. Черная стрелка. Выбрали с шифтом два объекта. Вот они вместе выбраны. Видите, они вместе красятся. И слияние. В режиме каркас. Отменяю действие. Было вот так два объекта наложены. Друг на друга стало вот так. То есть, то же самое. С этими опорными точками работаем точно так же. Дорабатываем силуэт. Не торопясь. Торопиться тут не надо. Поэтому я тоже на этом задержусь. Спокойно поработаю. Расширенный режим снова, наверное, выйти удобнее. Давайте черный контур. Отменим заливку. Это левая клавиша на перечеркнутом квадрате. Так, по свойствам тоже, чтобы было хорошо видно, сколько у нас там полтора. То есть, друзья мои, вообще, пожалуйста, напишите, какими инструментами для рисования вы пользуетесь. Потому что, естественно, перо это не единственный инструмент рисования. Просто мы в этом уроке его тренируем. Точно так же нарисовать сердечки. Не буду урок затягивать. Нарисовать грибу. И я это сделаю за кадром. И потом мы с вами двинемся дальше. Кстати говоря, самостоятельно, пожалуйста, нарисуйте. Яблочки тоже самое, любым способом. Заготовить яблоки. Заготовить сердечки. Понятно, что мы нарисуем одно яблоко, одно сердечко. Потом его размножим и как-то скорректируем. У вас, может быть, сердечки абсолютно одинаковые. Или как разные, как у меня. Яблочки тоже подобные. Или разные. Если урок нравится, не забудьте поставить лайк. Увидимся. Прежде чем двинемся дальше, я хотела бы рассказать о двух мини-курсах. Первый. Коралл для лазерной резки. Коралл для полиграфии. Названия курсов говорят сами за себя. С подробностями вы можете познакомиться по ссылкам в описании. Но самое главное, приглашаю на персональный курс обучения. Это отличный формат для тех, кто хочет быстро и качественно освоить программу Коралл Дро. Вектор обучения вы выбираете самостоятельно, а с примерной программой можно познакомиться по первой ссылке в описании. Если ВКонтакте вам неудобен, то обо всех курсах можно почитать в соответствующем актуальном в Инстаграме. А мы движемся дальше. Ребята, еще пару замечаний по предыдущей части урока и пойдем дальше. Но, во-первых, напомню, как мы зеркалим. Вот объект нарисован любым способом. Выбран. Вот зеркальное отражение. Отразить по голезду или по вертикали. Но предварительно надо Ctrl-C. Ctrl-V на это же самое место вставили. То есть два объекта друг на друге лежат. Отзеркалить. И потом уже делать с ним все, что угодно. Может быть, поворачивать, щелкнула второй раз. И как-то с помощью опорных точек это все корректировать. По поводу яблочка тоже нарисовала. И, друзья мои, можно, допустим, свободная форма. Та же тоже инструменты рисования. Уроки, конечно, есть, но я не многими пользуюсь. Свободная форма. Щелкнули раз, щелкнули два. Получили прямую. Нам нужно таким же способом перевести в кривую. И нарисовать какой-то силуэт этого яблочка. Также, может быть, внизу, да, как-то, значит, это яблоком. Тоже пару линий нарисовать. Но я, честно, не об этом говорю. Наши линии, они все были равномерные. То есть замкнутый контур, разомкнутый контур. Все равномерные. А мне нужно, чтобы в этой части была потолще, в этой части потоньше. Объект выбран. Пойдем в художественное оформление. Первая вкладка – заготовка. И здесь разные типы линий. Вот видите, от толстой к тонкой, но здесь круглое начало линии. Вот такой вариант. Но здесь сейчас очень толстая. Давайте поставим 1 мм. Вот что получается. Тут тоже можно регулировать в зависимости от масштаба. Но принцип такой же. Единственное, что вот это основная наша линия. Мы также ее регулируем. И вдоль этой линии рисуется наш этот силуэт. Тоже как вариант, конечно же, можно использовать. Поэтому, если это нужно, то мы заготовили и продублировали. Так, следующее. Как мы нарисуем вот эту часть? Предлагаю вариант. К примеру, мы возьмем кусочек либо идеального липса. То есть мы рисуем тогда с контролом. Либо здесь все-таки не идеальный липс. Я смотрю, как касается лапок лошадки. Немножко вот так растянуть. Немножко повернуть. Хотя бы сейчас поворачивать пока не будем. Вот примерно по центру этой линии. Даже давайте еще приплюснем. Вкладка дуга. Вынимается нижняя часть. Но нам нужно сделать не так. Нам нужно переключиться наоборот. Вот эту часть сделать. И берем. Можно зажать контрол. Примерно вот так. То есть кратный 15 градусов. Срезать вот эту дугу. То есть сейчас идеальная дуга. Это пока что эллипс для программы. То есть мы можем обратно вернуться к форме эллипса. Замкнутого контура. Контрол Z отменяет действие. То же самое. Предлагаю посмотреть вариант силуэтной линии. Художественное оформление. Здесь свойства будут в центре толстые. К краям тонкая. Но подобрать толщину. Подобрать толщину в этом масштабе. Но скорее всего нам нужно сделать так. Чтобы был запас. Чтобы она немножко была пошире. Чтобы мы тонкую часть срезали. Вот примерно я думаю так. Потом срежем. И здесь вот эти вот кудряшки дорисуем. Например в виде кружочка. Я тоже показываю принцип. Как это все устроено, друзья мои. Каркас. Видно. О, это линия. Поближе покажу. Вот это основная линия. Вдоль которой профилиния образуется. И здесь тоже самое. Нам сейчас нужно разорвать эту связь. Мы нажимаем именно правые клавиши мыши на толщине. Не на этой линии. А на толщине. Видите, не то выбрала. Вот на толщине правая клавиша. Разъединить. Центральную линию мы удаляем. А вот этот объект, вид расширенный, это уже стало объектом. То есть видите, опорные точки по краям. Заливка это левая клавиша мыши. Правая клавиша это цвет контура. И я думаю, что даже в этом сейчас варианте мы можем от эскиза немножко отходить. Я хочу вот эту часть срезать. Давайте зальем голубым. Ввиду с шифтом и с правой клавиши мыши. Дублирую. Чтобы ровненько они были. И мы вот эти верхних два объекта срезаем с нижнего розового объекта. А вот здесь нам нужно с контролом рисуем круг. И ставим его куда-то вот сюда. То есть нам нужно нарисовать так, чтобы плавно верхняя часть розового объекта уходила в круг. Можно в режиме каркас. Я думаю, как-то вот так должно получиться. Здесь вот касание ровненько. И поскольку у нас это симметрично, нам сюда можно прикрепить. В инструментах стандартных есть спираль. Единственное, нужно понять, куда она у нас рисуется. В эту сторону. Количество закруглений, наверное, один получается. Ну, на самом деле, я бы от руки нарисовала, потому что здесь спиралька страшная. Я бы просто с помощью инструмента перышко дорисовала спираль. И вот так подобрать тоже ее размер. Кстати говоря, друзья мои, по поводу сердечка еще вернемся. В стандартных фигурах, чтобы не мочиться с сердцем, есть сердечко. Я почему их не использую особо? Смотрите, я нарисовала сердце. Перевести правые клавиши в кривую. Опорные точки вам знакомы. То есть симметричные узлы. Вот это, скорее всего, симметричные. Ну, они оба сглажены, не симметричные. Точно так же, может быть, кому-то проще будет дорисовать вот таким образом сердце. Как вариант, может быть, и так же зеркалями, и так же их множим. Давайте мы из режима расширенным выйдем. Эту линию нарисуем любым способом. Перо или как угодно. Друзья мои, сейчас я за кадром заготовлю яблочки. И мы поговорим про контейнер и про цвета уже в иллюстрации. Ну, и остальной декор. Не забудьте подписываться на канал, если вы смотрите без подписки. Это очень важно именно делать во время просмотра. И внизу под видео ссылки на соцсети школы. Пожалуйста, подписывайтесь. Буду рада видеть в Телеграме и Инстаграме всех вас. Ну, друзья мои, практически мы с вами дорисовали наше изображение. И теперь поговорим о цвете. Кстати говоря, вспомнила, что есть подобные изображения, только сделанные в иллюстраторе. Урока такого нет. Но, в принципе, кто хочет, может нарисовать вот такую тоже лошадку, скопировать. Самый простой способ найти цветовую гамму – это воспользоваться пипеткой. Обратите внимание, в правой части экрана это стандартные цвета. В нижней части экрана это палитра документа. То есть те цвета, которые используются в документе. Ну, и самый простой способ – взять пипетку. Взять понравившуюся иллюстрацию. Это может быть иллюстрация на конкретную тему. Может быть совершенно любая. Просто те цвета, которые вам нравятся. Подносите пипетку к пикселю, ну или к векторному изображению. В нашем случае это пиксели. Щелкаете левые клавиши мыши. Этот цвет отображается внизу. Еще раз. Цвет внизу. И потом используйте эти цвета как стандартные цвета. То есть выбрали объект. Правая клавиша – цвет контура. Левая клавиша – цвет заливки. Поэтому, когда найдете цвета таким образом, нужно намножить яблочки. Давайте я покажу на примере с зеленым цветом. Вот я тут немного дорисовала. Это можно все сгруппировать. Так, посмотрим, как это устроено. Не забыла. Ага. То есть три объекта. Ctrl-G сгруппируем. С помощью правой клавиши мыши дублируем. Например, развернем. И я хочу, не снимая группировки, внести какие-то изменения. То есть понятно, что если группа, если мы просто выбираем группа, выбирается все вместе. Но если мы зажмем Ctrl, то выбирается объект, который нам нужен, на который мы щелкнули. Вот видите, он уже окружается не квадратными маркерами в отделении, а круглыми маркерами. Допустим, я меняю цвет этого яблока. Или с Ctrl снова меняю направление этой веточки и так далее. Когда вы, друзья, мы таким образом намножите яблочки. Что-то может быть подкорректировать форму каждого из них. И смотрите, я веду к тому, что некоторые яблочки должны находиться в край. уходить, потому что будет как-то нелогично, если у нас все наши яблоки будут строго-строго в форме лошадки. И мы должны воспользоваться контейнером, то есть чтобы яблоки лежали как в окошечке в форме лошади. Я беру яблоки. Ну, понятно, что у вас их будет больше, может быть разного размера. Меню «Объект». «Пауэрклип» поместить во «Фрейм». Появляется большая стрелка, и мы показываем, что эти объекты будут сидеть в форме лошади. Щелка по этому объекту они скрылись. Как мы их можем корректировать? Правая клавиша. Естественно, выбран контейнер. «Редактировать». Здесь тоже самое. Мы можем их дублировать. Мы можем также с помощью «Контрола» заходить в группу и менять цвета. Уменьшать объекты, что-то дорисовывать другое, дополнительное. «Контрол» за это меню «Действия». Правая клавиша. «Завершить редактирование». Ну и, в общем-то, контейнеру можно тоже в свою очередь давать цвет. Выбирайте цветовую гамму самостоятельно. И я хочу еще пояснить, как нарисовать седло. Придумала интересный способ. Давайте, единственное, я заливку лошадки уберу. Вот здесь, в этой части, можно увидеть прямоугольник со скругленными углами. Для этого я беру прямоугольник, инструмент прямоугольник, и рисую примерно по центру вот этой толщины. Вы потом внимательно рассмотрите изображение. То есть я немного выхожу за край. И вот эти нижние с «Шифтом» точки выбираю и скругляю, насколько это нужно. Примерно вот так. Дальше нам нужно получить только нижнюю часть. Нам нужно здесь прервать, вот видите, здесь заканчивается, и вот здесь прервать. Перевожу в кривую. Инструментно «Вторая стрелка» двойным щелчком ставлю дополнительную точку примерно здесь, а вот эту хочу повыше, примерно здесь двойной щелчок. И вот в этих местах нам нужно разорвать контур. То есть пока что он у нас цельный. Ctrl-Z отменяет действие. Выбираем точку. Разорвать кривую, разъединить кривую. И в этой точке разъединить. То есть сейчас заливку сделать не получится. Вот я щелкаю левой клавишей мыши на цвете, у меня не получается. И вот в этих точках мы получили разорванную. То есть здесь лежат две точки, одна на другой. Но нам нужно верхнюю часть удалить. Для этого вот мы разъединяем нашу кривую. То есть отдельная. Одна часть правая клавиша, закрасила ее, и другая часть. Синюю мы кусочек удаляем. А вот этому объекту даем нужную нам толщину абриса. В этом масштабе, во-первых, нужно концы линии сделать скругленными. И ну сколько здесь? 16 много. Давайте 10 прикинем. Окей. Наверное, даже и то многовато. Хотя, давайте 9 поставим или 8. Теперь нам нужен этот абрис. То есть в режиме каркас мы любую толщину абриса видим вот таким образом. Нам нужно его преобразовать абрис в объект. Меню объект. Преобразовать абрис в объект. Ну и, в общем-то, здесь положить какой-то объект. Давайте нарисуем его просто по щелчку мыши. Так. Сделаем другого цвета, чтобы видно было. По двойному щелчку. Просто подложить какую-то фигурку. Спрячем ее за вот этот розовый контур. Ну, допустим, пусть пока коричневый. А розовый, shift, pitch up выше всего. Ну и здесь, собственно, получается прямая линия и кружочек. Друзья, мы не забывайте, что в иллюстрации должен работать фон. Поэтому правая клавиша. Разоблокирую нашу подложку, наш эскиз. Несу его в сторону. Инструмент прямоугольник. Я думаю, что подложка будет квадратная, поэтому рисуем с контролом. Какого-то цвета, который вы выберете. Можно вот тоже есть объект. Другой способ работы пипетки. Выбран объект. Инструмент пипетка уже на панели инструментов. В левой части экрана. И мы просто щелкаем на какой-то цвет. Видим, что курсор приобрел вот такой вид. Подносим к объекту либо заливка, либо контур. Я делаю заливку. Правая клавиша отменим. Контур, shift, pitch, down ниже всего. Друзья, мы таким образом, пожалуйста, самостоятельно Найдите цветовую гамму вашей работы. Допустим, что еще может вам понадобиться. Например, подложить тень под лошадку. Вот я кладу прямоугольник. Какой-то прямоугольник. Например, скруглим у него края. Пусть пока что будет серого цвета. Контур отменяю. Меню, эффекты. Размытость. Размытость по гауссу. Обязательно в просмотре. Насколько нужно размыть. Больше, меньше. Нажимаем ОК. Можно дать еще прозрачность вот этому размытому объекту. Вы прозрачность знаете. Инструмент прозрачность. Вторая вкладка однородная прозрачность. И подобрать проценты этой прозрачности. Насколько вашей иллюстрации нужно. Друзья мои, давайте единственное что. Шифт патчап на передний план основания лошадки вытянем. И тоже цвета вашей цветовой гамме. Друзья мои, также я в закрепленном комментарии оставлю очень хороший урок по работе с контуром в векторной иллюстрации. Тоже посмотрите, потому что очень важно работать с контуром. Должно быть единство этого контура. Он должен быть не очень маленький, поэтому, ну какой-то, если толщина вот здесь, например, у меня два пункта, то я делаю везде два пункта. В общем, урок посмотрите. И мы встретимся, когда я закончу иллюстрацию за кадром. Не забудьте поставить лайк, увидимся. Вот что получилось у меня. Отказалась от нижней тени, заменив ее на общий контур с тенью же. Два этих инструмента лежат в подборке интерактивных. Подробные уроки оставлю в закрепленном комментарии. Мне очень хотелось бы увидеть ваши варианты. Рисуйте вместе со мной и скидывайте их в группу ВКонтакте. Или отмечайте школу в Инстаграме. Все ссылки в описании этого видео. Ставим лайки, нажимаем колокольчик и увидимся в следующих уроках. С вами была Наталья. Всем пока-пока!